Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Тендеры Министерства жилищного строительства создают штормы. Во вторник была обнародована информация о том, что тендеры Министерства жилищного строительства на 20 тысяч новых единиц жилья в Юдии и Самаре, так называемый Западный берег, создают буквально шторм в палестинской автономии, в Белом доме и также в офисе премьер-министра Израиля. Строительные планы охватывают зону Э-1 между Иерусалимом и Мале-Адумим. Нетаньягу бросился замораживать новые планы на строительство, сделал выговор министру строительства Ури-Ариэля за работу без согласования, выражая опасения по поводу вопроса о том, отнимет ли это внимание международного сообщества от Ирана, он сказал, что это создает ненужный конфликт с международным сообществом. В то время, когда мы пытаемся избежать плохого договора с Ираном. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас угрожал, что мирные переговоры закончатся, если Израиль не отменит свои новые тендеры на строительство поселений. Он угрожал представить данный вопрос Комитета безопасности ООН немедленно и предложить максимально усилий к тому, чтобы вступить во все возможные организации ООН. Строительные планы добавили напряжение в дипломатических отношениях между США и Израилем. Белый дом выступил с сильным заявлением, сказав, что мы глубоко обеспокоены недавним заявлением о том, что планируется создание около 20 тысяч новых единиц жилья. Мы ищем дальнейших объяснений со стороны правительства Израиля. Наша позиция по поводу поселения совершенно ясна. Мы не принимаем законность продолжения поселенческой деятельности. Представитель Министерства строительства и жилья Израиля прокомментировал это, сказав, что такие же предварительные тендеры были опубликованы десятки тысяч раз в течение года и по всей стране. И что подавляющее большинство по различным причинам, начиная с экологических проблем и кончая с разными возражениями плановых органов, в конце концов не увенчались успехом. На встрече с лидером палестинской автономии Махмуд Аббасом сказал Керри, позвольте мне подчеркнуть, что позиция Соединенных Штатов Америки в вопросе поселений такова, что мы считаем их незаконными. В своем интервью второму израильскому каналу в прошлый четверг он предупредил Израиль о третьей антифаде и международной изоляции, если мирные переговоры провалятся. Он сказал, что продолжение строительства в поселениях поднимает вопрос о серьезном отношении Израиля к вопросу достижения мира. Здесь будет неплохо процитировать открытое письмо Алана Бейкера, директора Института актуальных вопросов при Иерусалимском центре по связям с общественностью Джону Керри. В соответствии с соглашениями в Осло и в частности с израильско-палестинским временным соглашением 1995 года, вопрос поселения это один из вопросов, подлежащих обсуждению на переговорах о временном статусе. Во всех этих подписанных соглашениях между Израилем и палестинцами нет никаких требований по поводу того, чтобы Израиль прекратил или заморозил деятельность, связанную с поселениями. В действительности, однако, все наоборот. Временное соглашение 1995 года разрешает каждой стороне планировать зоны и строить в областях региона под соответствующим контролем. Беккер продолжает. Территории не могут определяться как палестинские территории. Такого объекта просто не существует. И вся цель переговоров о временном статусе это определить посредством соглашения статус территории, на которую Израиль имеет законное право, опираясь на международное и историческое право. Министр юстиции Цепеливни, министр по делам религии Нафтали Беннетт предложили новый закон, предписывающий полномочия только одного главного раввина Израиля, а не одного для сефардских и одного для ашкенадских евреев, как это практиковалось в последнее время. В Израиле один премьер-министр, один президент, один председатель Верховного Суда, один начальник Генерального Штаба сказал о ливне. Таким образом, время пришло для одного раввина, для всех, всего народа, того, кто сможет объединить различные части израильского общества и раввинад, который будет служить всем израильским общинам, вместо того, чтобы сохранять формальные устаревшие общинные деления. В среду утром израильский солдат Эден Атиас был тяжело ранен ударами ножа, когда он находился в автобусе, следующем из Назарета в Афулу. Позже в больнице он умер от ран. Эден прослужил в армии только две недели. Нападение совершил 16-летний палестинский араб из Дженина, который нелегально проживает в Израиле. В среду 147 членов делегации отправились из Израиля на Филиппины с целью обеспечить поисковые, спасательные и медицинские службы в пострадавшем от тайфуна городе Таклобан, столице провинции Лейте. Новейшее медицинское оборудование с почти 100 тоннами гуманитарной и медицинской помощью из Израиля будет быстро установлено в Таклобане, чтобы обеспечить медицинской помощью пострадавших в результате катастроф. Будет установлено детское отделение, акушерское отделение, амбулаторное отделение и общеприемное отделение, которое будут обслуживать врачи Израиля, медсестры, фельдшеры, фармацевты, психиатры, рентгеновские техники и работники лаборатории. Исторический экскурс. 15 ноября 1938 года. Через пять дней после организованной нацистами ночи насилия и вандализма против еврейских синагог, магазинов и коммерческих объектов, получившей название «Хрустальная ночь», германские власти запретили еврейским детям посещать немецкие общественные школы. Отделенные еврейские школы, столкнувшиеся с постоянным ухудшением условий жизни и все возрастающим нацистским давлением, в конце концов, закрылись 7 июля 1942 года, после первой волны депортации немецких евреев на Восток. Уже 25 апреля 1933 года немецкое правительство выпустило закон против переполненности в школах и университетах, который ограничивал численность еврейских студентов, обучающихся в общественных школах, до не более чем 1,5% от общего числа студентов. До этого 75% всех еврейских студентов обучались в государственных общественных школах Германии. В группе израильских ученых удалось выделить белок, убивающий бактерии, который впоследствии может стать заменой антибиотикам, пишет газета «Арец». Вещество, выделенное командой Тель-Авивского университета, предотвращает размножение бактерий посредством деления, тем самым уничтожая их в борьбе с инфекцией. В последние десятилетия устойчивость бактерий к антибиотикам резко возросла, даже современная медицина порой бессильна в борьбе с инфекциями и бактериальными заболеваниями. Сабра – это кактус, который находится под угрозой исчезновения. Исчезновение. Его плоды, колючие и снаружи, и сладкие внутри, уже давно символизируют израильских евреев. Причина исчезновения – распространение вредителя, насекомого который движется с севера страны. За последние два месяца группа кактусов в долине Гула была найдена покрытой смертельными белыми паразитами. Эти паразиты называются Дактолупиус опунтиаи. И они часто используются для контроля роста кактусов в Австралии и Южной Африке. Эти жуки питаются кактусами и считается, что они были завезены в Израиль из-за рубежа. В тот момент, когда вредитель был выявлен, было уже ясно, что дальнейшие действия по его искоренению просто необходимы, так как его распространение может угрожать исчезновению кактусов по всей стране. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер.